Очень интересный Евробаскет сейчас проходит. Появилось свободное время и можем с вами пообсуждать некоторые моменты. Не те, которые самые красивые, зрелищные, это вы и так посмотрите в лучших нарезках, а те, которые любопытные какие-то для обучения, полезные для игроков или судей. Как, например, вот интересный момент в концовке основного времени матча плей-офф между Францией и Турцией. Французы проигрывают 2 очка, им нужно фалить. Все привыкли, что можно спокойно сфалить и пойдут соперники пробивать штрафные броски. Но здесь судья очевидно показывает не спортивный фолл, не абсолютно заслуженно. Что из этого можно излечь? Играя в защите, если вы проигрываете 1-2-3 очка и в концовке вам нужно фалить, вы должны понимать четко правила, что уже довольно много лет, сколько там, 7 или 8 лет, существуют четкие критерии не спортивного фола. И один из критериев звучит так, особенно в транзишене, если нет попытки сыграть в мяч при остановке игрока, при фоле на игроке, то это будет не спортивный фолл. Особенно это касается транзишен, быстрого перехода в нападение. И это же касается фолов в концовке. Понятно, что попытка сыграть в мяч, что это такое? Это можно по-разному интерпретировать. Но судьи интерпретируют это так. Запомните, если игрок, который фолит, находится сбоку и фолит по ближней руке или по корпусу, по ближней, от мяча имеется в виду, если мяч на дальней руке, то профессиональные судьи, естественно, интерпретируют это как неспортивный фолл. То есть, делая фолл в защите, вы должны тянуться и фолить по руке, которая ведет мяч, а не по ближней руке или по корпусу. Вот так, довольно просто, казалось бы, такой простой совет, но действительно надо это понимать, когда у вас эмоции зашкаливают, особенно в серьезных матчах, в концовке, надо фолить с умом. И то же самое для нападающих, можно дать совет, что вы можете уходить максимально в сторону, убрав мяч на дальнюю от защитника руку, и тогда у него не останется шансов, либо пропускает вас, либо зарабатывает неспортивный. Вот, если вы ведете дальней рукой от защитника, и защитник, находящийся сбоку, фоллит на вас, фоллит по корпусу или по ближней руке, это 100% неспортивно.